Huawei MatePad Paper Mat. Увидев это название, я подумал, что Huawei продолжила развитие модели MatePad Paper. Если помните, был такой полупланшет, полуэлектронная книга с электронными чернилами. Но нет, это полноценный планшет, но с матовым экраном. Сейчас распакуем, посмотрим, включим. С вами XBD.com. Поехали! Вот у производителей ноутбуков и мониторов нет-нет, да сверкнет искра разума, и так время от времени появляются модели с матовыми экранами. А такие планшеты можно пересчитать по пальцам, и вот этот будет мизинчиком. Но давайте к сути. Перед нами планшет с экраном диагональю 11,5 дюйма разрешением 2200 на 1440 точек. Экран действительно матовый, вокруг него рамка не очень тонкая, не очень толстая, за нее удобно держаться. Даже под небольшим углом картинка блекнет, затеняется, но не инвертируется. При не очень высокой яркости изображение кажется действительно напечатанным на бумаге. Если яркость сделать побольше, такое ощущение, пожалуй, пропадает. Бред ли ошибусь, если скажу, что задняя панель и боковая рамка пластиковые, хотя на самом деле они очень похожи на металлические. И они матовые, как и все здесь. При том, что каким-то особым способом травельное стекло экрана тоже почти не заляпывается, в комплекте идет салфетка. И она, как и все истинные ценности, не продается. Она идет в комплекте. У экрана частота 120 Гц, и системный монитор именно такую частоту и показывает, в том числе в играх, которые точно поддерживают ее. Такое мы видим и не часто. Но анимация в двухмерном режиме почему-то не очень плавная. Может быть, это особенность нынешней прошивки, и потом все будет еще плавнее. Снизу у планшета есть три контакта для чехла клавиатуры, но в комплекте ее, к сожалению, нет. Но здесь все устроено точно так же, как у других планшетов Huawei. Мы, например, видели это недавно в MatePad eGo. Клавиатура заряжается через эти контакты, а подключается по Bluetooth и может работать на расстоянии. А сам чехол состоит из двух частей, собственно, клавиатуры и магнитной накладки, которые заодно выполняют функцию подставки. Слева и справа по два динамика в сумме 4, ну и разъем USB Type-C. Аппаратная начинка здесь среднего класса. Главный чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и в Antutu. Такие чипы набирают примерно полмиллиона баллов. Оперативной памяти 8 ГБ, флеша 256 ГБ и слот для карточек памяти нет. И вообще никакого слота нет. То есть сим-карту тоже не установить. Я думаю, очень большая ошибка, что в комплекте с этим планшетом нету стилуса M-Pen 2, потому что они созданы друг для друга. Это все-таки планшет под бумагу, а на чем еще рисовать, как не на бумаге. И здесь, как и, впрочем, на других планшетах Huawei, есть приложение Zona M-Pen. Это такой каталог, где собраны приложения для стилуса. Здесь два десятка программ. Основная камера одинарная, 13-мегапиксельная, но, наверное, вот эта, тыловая камера в планшете не так важна, как фронтальная. А фронтальная здесь на 8 мегапикселей и широкоугольная с углом 105 градусов. В описании планшета есть слова про то, что эта широкоугольность фронталки может использоваться для автоматического кропа при видеосозвонках, чтобы лицо ваше всегда оставалось в центре. Но в Телеграме, например, это не сработало. Может быть, имеется в виду MeTime, фирменный сервис для видеозвонков. Сканды отпечатков пальцев в планшете нет. Для разблокировки можно использовать либо пароль, либо фронтальную камеру. Но нужно держать планшет вот так, потому что, если повернуть, то есть неиллюзорный риск закрыть камеру. В общем, главная особенность этого планшета — это матовый экран. И прямых конкурентов у него практически нету, по крайней мере, среди тех, которые продаются в России. Да, никто не запрещает на любой планшет с глянцевым экраном наклеить матовую защитную пленку, но все же ощущения будут немного не те. За вариант со встроенной матовостью придется выложить примерно 33 тысячи рублей. Столько Huawei Mate Paper Mat стоит в России. Плюс, наверное, стоит прибавить к этому десяточку за стилус MPN2. А с вами был XBD.com. Спасибо, что посмотрели наш очень быстрый обзор Huawei Mate Pad Paper Mat. Подписывайтесь, пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok